Недостаток общения в период самоизоляции навел сотрудника Центральной библиотеки Марину Андрианову на мысль о создании рубрики «Персона недели». В былые времена гостями в библиотеке часто становились известные люди – писатели, актеры, музыканты. Участники встреч могли задавать им вопросы, и такие беседы получались интересными и продуктивными. Онлайн-встречи получаются не менее яркими. Люди приходят к нам в прямой эфир, причем совершенно разные направленности мы выбрали. То есть у нас были уже и научные сотрудники, флористы, гиды-переводчики, художники, в том числе и те художники, которые у нас уже проводили выставки в библиотеке. Марина Андрианова старается найти героев, с которыми будет интересно общаться, и что не менее важно, актуально. Так в онлайн-студии появилась психолог Ольга Каширская. Сейчас такое непростое время, период самоизоляции, и люди, конечно, иногда загнаны немножко в тупик. Общение с семьей такой плотной, с детьми. Встречи проводятся в прямом эфире, но те, кто не может в назначенный час пообщаться с героем рубрики, может посмотреть эфир в ленте Инстаграм. Некоторые гости приходят в студию несколько раз. Так случилось с руководителем актерской школы «Волна» Алексеем Мельниковым. Скажи-ка ты мне, пожалуйста, а много у вас таких болтливых ребят, как я, у которых просят продолжения эфира? Еще одна знаковая встреча прошла с гидом-переводчиком Екатериной Барсуковой, которая не просто рассказала зрителям об одном из красивейших городов России – Оренбурге. Участники виртуальной экскурсии, можно сказать, оказались в этом городе. Она нас привезла в центр города Оренбурга и показала такие самые знаковые объекты центральной площади города. Это было очень увлекательно, то есть это было необычно, и это было сделано в таком новом абсолютно формате. У ведущей рубрики «Персона недели» Марина Андрианова встречи расписаны надолго вперед, и уже готовятся новые. Мы ведем переговоры с Государственной российской библиотекой, знаменитая библиотека имени Ленина. И если библиотека Ленина выйдет с нами в прямой эфир, это будет еще что-то новое, потому что вообще взаимосвязь между библиотеками достаточно любопытна, какой-то опыт подчеркнуть. И любопытным по жизни видновчанам, считает Марина Алексеевна, тоже будет интересна эта встреча. Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Видное ТВ.